всем привет и добро пожаловать вновь ко мне на мукбанг здесь сок это икеевские фрикадельки кто был в икее все знают эти любимые фрикадельки ну и конечно классическая подача фрикаделек с салатом брокколи и все кто новенький обязательно подпишитесь поставьте лайк нажмите колокольчик чтобы получать от меня уведомления что выходят новые видео и что я в прямом эфире кстати скоро мы поедем в крым дай бог что все было хорошо и вам необходимо посмотреть старые крымские видео плейлисте вы найдете путешествие чтобы вас не создались не создалось впечатление что где-то мы не были куда-то мы не поехали в общем очень интересные видео обязательно посмотрите также в комментариях и в описании под видео есть ссылки на различные социальные сети на донаты все теперь мы с вами поехали кушать здесь мне еще есть вот такой салатик мой любимый замаринованный на быстро руку как-то я про него рассказывал время мог банком возможно я вам под него еще раз расскажу очень там быстро все делается так очень очень все быстро не знаю не пробовал что-то я блин последнее время опять не пробую еду когда готово все видим цветная капуста в кадре она смотрится еще красивее а пусть такая будет заставка на главном фоне цветная капуста я воду не посолил но она вкусная без соли смотрите какие фрикадельки настоящие классические языки я вас не обманываю вот с таким конечно же подаются брусничным джемом открываем вкусно кладем рядом с фрикадельками кто-то наверно кто не был в окей скажет что за дерьмо почему мясо будут подарю с этим что вот и не знаю это какая фирма такие это кто швеция я кстати тоже люблю мясо со сладким вот я не знаю почему-то не так узик не всегда но бывает а вот фрикадельки вина в икее подаются вот именно с таким джемом брусничным вот так его макают а пусть будет фрикаделька в главном на главной странице и я как вкусно я думал будут совершенно другие продается вот таких пачков икея ведь здесь нарисована курочка ну и тут их на сковородку бросил то скажем они уже готовы разогрел их в масле и все и песенка спета помидорки тоже очень вкусные получились нарезаешь помидоры полукольцами выкладываешь салатник в другом нарезаешь полукольцами лук репчатый заливаешь его кипятком стоят стоит лук где-то минут 5-7 сливаешь охлаждаешь под холодной водой под проточной отправляешь к помидорам добавляю что-то чайную ложку сахара соль по вкусу перец по вкусу немножко эссенции 9 процентный тоже по вкусу кто как хочет кислее можете лимон и сок добавить и добавляйте туда пахучие растительное масло или простое масло не добавляйте как-нибудь оливковое совершенно другой вкус получится этот классический такой салат я его попробовал в перми в пельменной вот у меня его до сих пор и как-то его про него вспомнил когда салат надоедает какой-нибудь вот помидоры огурцы готовлю вот такой у меня взик разбавляйте уже как-то говорю разбавлять яблочный вот такой сок святый и виноградный сок водой 1 к 3 или как 1 к 4 наверно разбавляешься вот как-то вот вкус почему-то мне больше нравится так мне для меня очень сладко хотел с вами сегодня поговорить хотел с вами сегодня погреть сначала брокколи брокколи без соли ребята кажется такая вкуснотища я тоже я делаю про телемагазина хочу поговорить я тоже брокколи делаю как я в кипяток если не глаз не свежие замороженные кипяток просто под проточную воду несколько раз она размораживается потом в кипятке на на плиту как только закипела буквально две минуты сразу на дуршлаг или под холодную воду если в салат или если нет просто в тарелку и она получается видите цвет не теряет ничего такое льден то мне просто очень нравится когда она в каши это очень дерьмо мне кажется а вот когда оно такое хрустящие очень вкусно пробую фрикадельку внимание как за границей побывал под питером да понятно что не оттуда будет если нельзя завозить как они будут вы завозить так вопрос про телемагазины давно как-то вбрось я спрашивал про телемагазины но сегодня хочу у вас спросить заказываете что-то в телемагазинах ваши родственники или не заказывали ваш опыт что вы интересного приобретали может быть именно телемагазины не алиэкспресс не джум и ничего именно телемагазины потому что на джуме мы с вами видим только картинку фотографию какую-то да или видео те на джуме есть видео где там люди что-то там показывают секундные кружка пришла ли там часы или там не знаю носки не знаю трусы и все остальное телемагазины это мне кажется такой лохотрон очень большой ну и очень много людей ведется но это меня раньше создавалось впечатление что ну когда они продают какую-то кстати тарелка тоже и киевская белая вечер-вечерки а доска и киевская тот же а тут есть где-то надпись и киевская но что я могла прокинуть это пропускать без хоффа языки да ну короче ребята у меня было создавалось впечатление о телемагазинах то что не могут столько людей быть идиотами простите прощение все кто-то это делает не создал правда что там же есть такая штука до полоса где видно сколько людей же заказала этих товара например да или сколько было она уменьшается не понятно что на страна большая может быть эти телемагазины вещают там на снг на какие-то бывшие страны содружестки или бывший ссср я не знаю там не знаю куда настолько людей ну а даже в россии можно заказать вот эти всякие страшные лифчики обувь не меряя носки какие-то ночники видит свечей виде на этих а как называется цветов букетов кухонной комбайн притерпе крема есть сейчас ну почему у меня возникла тем потому что пока готовили я паша говорю не значит телемагазин не буду специально говорить что это на любой откройте есть у вас на кабельном месте ли не откройте и иногда правда зависают это знаете как книги донцовый мозг просто отключается ты просто смотришь мозг как скажем вибрируют мелкими вибрациями он отдыхает от этого но иногда доходит до смешного когда действительно люди предлагают стромбоэмболии стромбофлебитами с варикозными расширениями вен предлагают крема которые секунду прямо наносят и вот прямо нога становится прямо зайти но это видно что там то есть типа знаете как в тональном креме потому что нога меняет цвет и все остальное где-то что-то прорисовывают но самое главное что я всегда думаю конечно это реклама двигатель торговли мы с вами не защищены не защищены нужно просто быть на чеку держать уши на востру потому что ну есть же такие люди которые верят покупают все это и не за маленькие деньги это же не маленькие деньги и течение часа или двух сколько идет эта программа например которые продвигают такие чайные грибы взять это можно квас чайный гриб вот эти всякие вот ну дерьмо который можно взять изображение дома просто самому сделать нет это через теле магазин за тысяч рублей тебе с банкой приведет вот этот гриб который ты будешь выращивать не знаю самое главное что когда предлагают всякие вот эти бады они позиционируют как панацею что это все вот прямо вот уже все и вот я вот там у меня и даст я я уже на доске почета в ранг институте ран и я там и я везде и вот у меня все у меня вот награда на пол груди у него есть вот такущая вот такущий орден что он там чего-то добился вот можно же навредить человеку за этого вот тут просто из-за того что человек продает эту херню у меня просто у дяди он лежал в больнице ну как раз был тромб в ноге ну вроде все успели все сделали ну там лекарства надо пить ну в общем кто знает общем так это скажем недостаточно нему непростое заболевание дай бог что все хорошо было но вы знаете как сон в руку и включаешь телевизор и вот это вот дермище идет вот этот продает значит а тромбофлебитов от всего вот этих вот значит варикозных расширений вен продают вот это вот мазь какую-то засраную сегодня этот же придурок продает значит какой-то крем от остеопороза остеопороз вы понимаете да что такое то есть он продает крем от остеопороза намазали все прошло все вообще не надо за даже задумываться и надо даже парчам ходить но пылесосы комбайны это конечно тоже нужно смотреть потому что ну видно что он не пылесосит так он замечательно засасывает какой замечательно сосет понимаете даже и самый главный кто там работает люди я уже сам ходил на собеседование как-то туда думаю пойду там подработают ребята там просто работают люди которые я бы сказала что я там у вас работать не буду потому что вы обманываете людей это просто вранье я кстати ходил еще знаете куда самый первый раз не тюрьмагазин а помните вот эти каналы были у вас какой-то жучок за головой стоит жучок гномики бегают у вас сейчас чувствуете я к вам подхожу холод пошел холод холод ловлю ловлю холод я туда ходил ребятам как-то расскажу всяким а какой-то теме тогда году что буду рассказывать и забыл прошлом видео договорились чем не напомните не пересмотреть вот еще одну тема как я ходил как я провел лето короче не марина была какие туда ходил как-то но это давно сколько наверно это наверно 11 лет был год где-то так вообще лохматый тут где-то года три назад я ходил значит на этот это какая там станция совелка за совелка в общем там через железнодорожные пути переход потом через сарай через гаражи через заброшенки попадаешь какой-то сарайчик там значит это снимают ребята там тоже по-русски сказать на ебка полная но действительно работают просто деревенские люди не хотели кого обидеть нужно по при нем понимали те которые просто подвешены на язык не вот они вот эту все дерьмо продают причем как валюха из сватов горит закупляются они непонятно ищут товары просто которым где-то знаете там самарской саратовской области где-то там примеру говорю небольшие какие-то заводики которые производят например какие-то там платье или еще что-то не покупает это за 100 рублей продают 4 800 ну все это так скажем безобидно но есть такие товары которые ну например золото телебро вещи я понимаю что телемагазин должны стоить вещи например вот лежу и на диване вот так вот 500 рублей да дай-ка я куплю 200 300 рублей а дай-ка я куплю ну грубо говоря вот такой вот да то есть лохотрон который сам ведешься но тогда когда товар стоит 8 12 15 до 24 тысячи рублей и покупать в телемагазине то платье какой-то пуховик за 12 за 15 за 18 тысяч рублей я не говорю сейчас про золото даже вот такие вещи бывают телемагазин пусть он даже будет немецкий первый немецкий как-то там они еще называются это без разницы сам факт покупать кота в мешке за 18 20 что тебе придет а потом ты запаришься это отдавать отправлять обратно посылку через почту россия пока она дойдет а может быть она не успеет зайти там сколько 12 14 рабочих дней дать и по возврату да и будут потом вас такая тягомотина и не денег не этого не этих вещей за такие огромнейшие деньги это нужно быть полным придурком покупать вот кого обидел и неизвинить это лично мое мнение даже начали спросил еще раз прошу если вы покупали что-то напишите пожалуйста что именно покупали и был бы как есть и был вас какой-то может быть наоборот суперский опыт чтобы покупали неожиданно действительно сковородка которая как алюминий как вот эта бумажка они там рекламируют я иду сковородку убираю повес тут я беру в руку и говорю паскалит вот хорошая сковородка я в руку беру если она тяжелая значит это хорошая сковородка а если это вы знаете вот эта фольга смысла особого нет у меня он одна стоит который мы купили в ленте по распродаже она моментально сразу сгорела в центре выпуклая вот такая вот была мечта может быть отлично опыт был наоборот вы купили я буду не ожидали что такой товар телемагазине вообще и до сих пор носите какую-то одежду или чем-то пользуетесь пылесосом например на может наоборот что-то было смешное что-то пришло вам такое что вы вообще не ожидали да а чуть-чуть ну мне для меня честно говоря вот эти телемагазины я там ничего такого не увидел потому что в любом случае даже упадают когда вот эти контейнеры тот их называют кусочки всякого ну понимать просто говорю но цена не отличается ты идешь тот же самый магазин любой как у вас есть городе вот вот любой магнит пятерочка в других крупных городах там лента я не знаю там еще какие-то икея окей и у нас что там есть перекрестки кучу вот этим там все те же самые товары продаются за эти же деньги но ты можешь прийти и действительно посмотреть что это стекло как она закрывается но то что вам сказали что они там в контейнере вот перевернули и там вода типа не течет но вы сами понимаете что это реклама и вода это такое знаете существо что даже вот если чуть-чуть на заводе где-то что-то неисправное и неправильно закрылась ты это вода все равно потечет все равно поэтому я считаю лично что в телемагазинах должны быть более доступны цены ну-то лично моё моё мой опыт с телемагазинами у меня папа смотрел рекламу телефона рекламировать телефон хороший телефон говорит все надо заказывать я успел скажем перехватить эту заявку эту заявку и собственно мы купили этот телефон который ему рекламировали которую там хотел но существенно за меньшую сумму существенно замечу то есть практически два раза порядка 16 17 тысяч вот видите а еще самое главное мне нравится что они такие когда электронику не продают ну например там планшеты телефоны я в этом ничего не понимаю паша просто очень 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 давно когда только-только-только начала работать работал типа знаете вот эти типа фирмы евросети есть человек огромнейший опыт был и я когда с ним разговариваю я в этом не понимаю а он раз сразу году это дерьмо не телефон я это сейчас как взрослый человек да я понимаю что например но есть там самые грубые такие крупные телефоны это ну например там чего iphone и apple овске и самсунге huawei сейчас то еще там такие более сейчас ну грубо говоря вы поняли про что я говорю есть такие совсем 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 не очень хорошие телефоны но они по крайней мере там на на слуху тоже да там например это эти ну в общем вы поняли про что я говорю да типа островцы бостерцы черстерцы которые рекланируют на этом найдут или магазине вот как паша сказал что их можно купить намного дешевле в магазине где-то или или вот ты можешь прийти просто потрогать вот тебе заставкой на дом привезут через интернет магазин и ты можешь по крайней мере включить посмотреть это первое может быть видишь или магазин может быть аудитория где нет возможности прийти посмотреть уже паша сам на глухой деревне есть как минимум евросеть который конечно уже вся развалилась ну или хотя бы кинуть связны или там в каком торговом центре стоит какой-то мальчик и пешник который продает эти телефоны бушные новые пусть они сраные старые но в деревне не будет никогда стоять грубо говоря iphone конечно он может быть но вероятность того чтобы купить за 100000 или купит какой-нибудь lg или там panasonic sony я не знаю там чекут телефон за 12 до 17 тысяч рублей то же самое как не huawei как он хонор и да вот эти они хорошие китайские телефоны и самое главное что мне нравится что они как на идиотов работают просто там есть вай фай там есть bluetooth так есть цветной дистовцо коробка в подарке зарядка в подарок наушники в подарок так они и так все идут в комплект и какой в подарок вы знаете до добре до доходит вы получаете сковородку и книжку в подарок а еще значит одна продает но в общем вы поняли про что про телефоны я сказал в общем они преувеличивают то что же явно есть самых тупых телефонах они вот это уже есть и вай фай и блютузы и книга и фотоаппараты и что там еще есть но грубо говоря мессенджеры они это так за это вызовут что других телефонов этого нету ну нету сейчас каждом первом телефоне должны втором а первом все эти функции есть но они это выдают вот за такой как будто узнать это тут больше нигде нету не ни в одном телефоне а еще одна мадам по моему откуда она из сербии помнишь на кастрюли продавала продает кастрюли обыкновенные алюминиевые не алюминиевые как они с этим ну короче обыкновенные кастрюли она это так рекламируют что это вообще суперские значит там какие-то кастрюли самую обыкновенную кастрюлю себя представьте дома которого сиську том которую явно вы купили на рынке или магазине с ромашками на борту нарисованным то такие советские она этой сербии привозит сама директор там какая-то помнишь там остальное еле-еле говорит по-русски и значит вот она вам по продает вот эти вот 4 4 кастрюли который вам удобный будет 50 100 200 700 литров вот вы эти покупаете под холодец под тушенку под морковку под хранить можете трусы и носки замачивать стирать и отжимать и все это можете вот в этой кастрюле 75 5 литровый сделать я тоже могу пойти работать вот в теле магазины говорит что я из сербии а вот вы хорошо будете брать покупать будете готовить понимаете его на еще и в подарок вам пойдет вот это вот замечательная книга книга где вы можете готовить вот в этих кастрюлях сон во вкус не будет получаться компот и вареники и супы картошка мундире что здесь можете купить все сделать вот с этой книгой в помощь нахуя мне ваша книга и кастрюля это вот скажите мне пожалуйста вот кастрюля я могу хоть блин не знаю в чем приготовить причем есть книга и как вот так книгу продавай а кастрюля в подарок а тут как-то наоборот и что у меня будет книга такие таки и приготовлю правда хоть на кастрюлю хоть на чем в общем некоторых каналах будет а иногда еще шторы продают ребята на одном телемагазине как не включишь они то что рату тюль то постельное белье больше видимо ничего не закупились поэтому что есть то и продают ну как целый канал где продают золото причем не по дешевой цене а еще мне нравится когда они время заканчиваются они вот сейчас что продюсер до продюсер продюсер нам добавил время еще две минуты и так и так и так продается стакан за стакан с ложкой ли так продюсер сколько все все рядом закончились стаканы еще ребята делать нечего что продюсер до продюсер еще 10 тысяч стаканов нам дали 10 тысяч стаканов и мы уже продали 8000 стаканов за день партии парте взяла кто Тамара из Иванова, Тамара Спасибо вам Тамара, Тамара из города Иванов Купила 8 тысяч кружек Сразу партий, что и мы вам желаем Покупайте сразу партий Дарите своим родителям, дарите своим бабушкам, дедушкам На дни рождения, на юбилей, на Новый год На похороны Просто, когда человек рождается, крестится Свадьба, юбилей, развод Все, каждый раз дарите кружку Тамара из Иванова, наверное, так и сделала Она сделала 8 желтых 8 тысяч красных кружек Она уже 4 раз там заняла Тамара дозвонилась, давайте дадим слово Тамаре Тамара, здравствуйте Вот такой дерьма, такого я вообще никогда не слышал Точнее сказать, слышал По этим телемагазинам Знаете, она действительно Я в том году В том году вот эту футболку покупал Я вам сейчас покажу Она сзади, в воде спереди Такая просто белая А сзади, видите, у нее там принт такой Она была удобная Потом я ее постирал Она как-то бряхомуха Одна вот такая разная стала Это первое Второе Где-то было какое-то пятно Черное Сейчас, видимо, с чем-то постирал Скорее всего, не постирал А когда сушилось Видимо, с каким-то темным носком Было здесь где-то у нее с какой-то стороны Такой темный развод Поэтому футболка Все Допил Мне просто жалко Жалко тех людей На самом деле это тоже лохотрон И это, наверное, должно быть как-то проверяться Хотя это торговля Магазин как тут провели Человек же тебе не сует Правда ведь? Он говорит Просто единственное Что они действительно обманывают Обманывают до такой степени Что ты просто понимаешь Что, ну вот, людей жалко Что берут такое дерьмо И у меня, я говорю, что я сначала Сначала думал, что это все на думке Что это все ерунда Что это в таком количестве Идут продажи На самом деле это так и есть Я потом, когда узнал всю эту систему Реально это так все и есть Что продаются Если это Тамара из Иванова Купила 8 тысяч кружек Она действительно их купила Но может быть это какая-то бизнесмен Раньше действительно купила кружки Посчитала, что Если она там партия стоит Грубо говоря Там одна кружка Там 200 рублей Она ее продаст в магазине Там за 700 Или там за 500 За 400 Я не знаю Но действительно Этот товар так и покупается Тогда же можно напрямую найти Правильно этот завод Который делает эти кружки Просто оттуда эту купить Зачем с такой огромной переплатой Через магазины Показывать А еще вот эти звонки Завершая наш разговор Про который он сказал Да Когда людям звонят Я так понимаю Что все-таки Это или работники звонят Или звонят Проплачивают Типа как вот эти Знаете Бывают актеры на телевидении Подсадные утки Но просто видно Слышно Что люди Которые звонят Они говорят по Скрипту Да Или как это правильно называется Которые Ну то есть они Здравствуйте Спасибо Я вот приобрела А что вы еще купили Тамара Тамара Что вы еще купили Я купила ваши трассы Помните Вы в прошлый раз Рекламировали трусы Трусы с начесом Так вот Я купила себе Своей Прабабушке Бабке Еще вот Которую Прабабку похоронила Еще на кладбище Снесла Такие хорошие Трусы с начесом И вы знаете Вот это вот И просто по скрипту Тамара А вам какие трусы с начесом Понравили Вы знаете Я все цвета взяла Все Вот у вас было 17 цветов Я все взяла По 4 пары Все по 4 пары Еще и своей соседкой Порекомендовала Ваш канал Вы знаете Вы все такие красивые Женственные Удачные Я вас так всех люблю Вы самый Самый хороший канал Вы знаете Вот прям вот Ну стабильно То есть вот И причем Когда люди Даже та же самая Телеведущая Которая якобы В кавычках Телеведущая Говорит Сдает вопрос А бабка Это видимо Читает по листочку И она то вопрос Не слышит Она совершенно подробно Она как чешет Про свои вот эти трусы С начесом Она не слышит Что ее спрашивают Что вы еще Хотели бы приобрести Так что вот Ну и совсем Поставив точку Я вам скажу Единственное Прочиталась сегодня Новость Кто смотрел Раньше Дом 2 Помните Там был Глеб Клубничка Я в очередной раз Просто сел Вот просто Жопой В лужу С говном Глеба Клубничку Уволили С первого канала С программы Шепелева На самом На самом деле Просто вспоминаю Как она называется На самом деле С должности Главный Шеф Редактор За пьянство За прогулы И за все остальное Кто такой Глеб Клубничка Почитает википедии Долго не буду На нем задерживаться Потому что Мой эфир Даже такому человеку Я считаю Что он просто Непозволительный Единственное Скажу Что никакого Специализированного Образования У него нет Ни режиссуры Ни журналистики Ни филфака Ничего И человек Работал Шеф Редактор Я даже не говорю Про Какая программа Была А на федеральном Канале Поэтому В очередной раз Я вам желаю Смотреть Правильные Фильмы Читать Правильные Книги Слушать Правильную Музыку И смотреть Правильные Каналы Я вас всех Люблю Целую До новых встреч Лайк Комментарий Репост Любые Социальные Сети Пока Пока Пока